суток. Как меня слышно и видно, давайте проверим связь. Я думаю, что все прекрасно. И будем потихонечку начинать. Отлично. Спасибо вам большое, что присоединились. Спасибо большое за ваш интерес и туроператору Алякарда возможность рассказать про нашу новинку Валдорф Астория. И, естественно, бронируйте туры Валдорф Астория, бронируйте наш отель через туроператора Алякард. У нас с ними прямой контракт, очень хорошие цены. Сейчас действует специальное предложение 20% скид на проживание в нашем отеле Валдорф Астория. А ко мне вы всегда можете обращаться по любому вопросу касательно отеля. Если будет что-то непонятное, если будут какие-то нюансы, вам нужно оперативно подсказать и рассказать, то я всегда на связи. И если вам также нужны дополнительные материалы для ваших соцсетей, для ваших сайтов, то тоже я с удовольствием помогу и расскажу и поделюсь. Хилтон. Отели Валдорф Астория относятся к цепочке отелей Хилтон. Сейчас на Сейшеллах у нас 6 отелей. Вкратце напомню, какие это отели, тоже ко мне можете обращаться по любому из данных отелей. Во-первых, это два отеля курорта. Это Хилтон Ла Брис на острове Силуэт и Валдорф Астория на острове Платт. Четыре отеля у нас находятся на основном острове, на острове Маэ. Это Хилтон Нордхолм, Double 3 by Hilton Аламандо, Манга Хаус и наша новинка Canopy by Hilton, который открылся буквально три недели назад, 15 марта, и тоже уже доступен для бронирования. Если у вас будут какие-то вопросы в ходе презентации, пожалуйста, задавайте. Я тоже либо отвечу сразу, либо в конце презентации. Но так как мы сегодня поговорим с вами о нашем отеле, не буду вас долго затягивать время рассказывать про другие наши новинки и отели, перейдем сразу к Валдорф Астория. Валдорф Астория открылся 31 января этого года. Находится он на острове Платт. Это один остров, один курорт. До этого на острове не было ничего. Это была кокосовая плантация и заповедник, и до сих пор остров остается заповедником. Здесь невероятная жизнь кипит. Это и черепахи, это и скаты, и манды-скаты, и маленькие акулы, и огромное количество перелетных птиц. И когда мы говорим с вами про Валдорф Астория, сразу скажу, это не Мальдивы, не нужно сравнивать Валдорф Астория на Мальдивах и на Сейшелах. Естественно, у нас одинакового уровня сервис и отношения к гостям, но мы живой остров, и в Валдорф Астория Платт Айленд ваши туристы, ваши гости смогут жить буквально в одном сантиметре от природы, но в то же время наслаждаться и получать все блага человечества. Где же находится остров Платт? Остров Платт у нас находится в 130 километрах от основного острова Маэ, и мы летим на остров только на самолете. 20-25 минут, и вы уже на острове. Сразу хочу отметить, до нас не долетают вертолеты. Если ваши гости хотят приплыть к нам на яхте, либо на катамаране, на лодке, то это возможно, но в среднем плыть 5-7 часов. Если ваши туристы готовы к такому приключению, то, конечно, мы будем рады видеть их и на яхте, но большая часть, 100%, вернее, на данный момент туристы все-таки выбирают самолет. Как вы видите, сейчас на карте взлетно-посадочная полоса проходит прямо посередине острова. На Сейшелах, уверена, что вы знаете, нет гидросамолетов, поэтому до нас можно добраться только на турбопропеллерном самолете, который летает один раз в день по расписанию, расписание сейчас перед вами, либо можно заказать чартерный рейс под ваших туристов. Как я уже сказала, самолет летает один раз в день. С воскресенья по пятницу в 11 утра он вылетает с мая и летит на плат, и в 11.50 он летит обратно. По субботам самолет в 14.00 вылетает с мая и летит на плат и в 14.50 летит обратно. Соответственно, с рейсами Аэрофлот на данный момент стыкуется хорошо по субботам рейс внутренний между островами, когда вы летите на плат. К сожалению, на обратной дороге рейсы не стыкуются, поэтому в данном случае мы предлагаем клиентам, если они летят на Аэрофлоте, либо брать под себя чартерный рейс, либо же приезжать на МАЭ заранее за день. Но, опять же, мы видим по статистике, что очень много клиентов летит к нам на Эмирейт, летит к нам на Этихат, и тут уже на Катарске, то есть авиалиниях, тут уже стыковки более интересные и больше вариантов как добраться до плат. Наши самолеты небольшие, вы потом увидите на видео, как они выглядят, 14 кресел всего лишь, и есть ограничения по багажу. С собой турист может взять 23 килограмма сдаваемый багаж и 5 килограмм ручной клади. Если вдруг ваши туристы летят бизнес-классом, и они хотят больше чемоданов, то в данном случае мы предлагаем, советуем клиентам брать все-таки чартерный рейс под себя, чтобы у них не было ограничений по багажу, потому что мы не гарантируем, что мы сможем взять больше, чем 23 килограмма сдаваемого багажа на самолете. Поэтому, если может получиться так, что второй, третий, четвертый чемодан вашего клиента, если они выбирают регулярный рейс, полетит не вместе с клиентом, а полетит на другой день, либо даже через день. Что касается вообще полета на остров Плат, как это происходит? В стоимость проживания, в стоимость перелета у всех абсолютно туристов, независимо от того, берут они чартерный рейс, берут они регулярный рейс до острова Плат, всегда входят в фасттрек и вип-лаунж. Как это происходит? Ваши клиенты выходят из самолета, подходят к терминалу международных прилетов, там их на входе в терминал встречает сотрудник аэропорта с табличкой Валдорф Астория. Пожалуйста, учтите, что это не табличка с именем клиента, это именно табличка Валдорф Астория. Сотрудник аэропорта берет буквально за руку вашего клиента и ведет через паспортный контроль. Паспортный контроль клиента Валдорф Астория проходит без очереди, это бесплатно для них, ни за что не нужно доплачивать. И затем, опять же, сотрудник аэропорта помогает получить багаж и выводит клиента из международного терминала. На выходе из международного терминала клиента уже встречает консьерж Валдорф Астория. Он в фирменной форме Валдорф Астория, со значком и с планшетом, на котором написано тоже, опять же, Валдорф Астория. Не фамилия вашего клиента, а именно название отеля. Клиент подходит, либо его подводит к консьержу, консьерж забирает багаж и ведет клиентов, туристов, гостей к внутреннему терминалу. Внутренний терминал находится буквально в пяти минутах ходьбы от международного терминала. Это все в одном здании, поэтому не нужно никуда ехать, все в пешей доступности. Если до внутреннего рейса, до рейса на остров Плат больше, чем полчаса, то тогда клиентам предлагается подождать рейс, отдохнуть в VIP-лаунже. На данный момент это лаунж Паянке. Он находится над внутренним терминалом, но примерно с середины апреля, может быть, ближе к концу апреля, у нас будет свой собственный терминал Валдорф Астория. Мы обязательно об этом сообщим. Но на данный момент это VIP-лаунж Паянке, где гости могут отдохнуть, выпить прохладительные напитки, перекусить, принять душ. И затем уже, когда времени остается немного до вылета, примерно за полчаса до вылета, гостей приглашают на регистрацию, и затем они проходят уже в зону вылета. Еще раз повторюсь, летим мы до острова 20-25 минут, то есть достаточно быстро и комфортно. Самолет у нас комфортнее, чем те, которые летают на праслинг. У нас есть кондиционеры, но по своим габаритам они такие же. Что же есть на самом острове после того, как ваши клиенты прилетели, что же им ждать? На острове у нас 50 вилл, 6 ресторанов и баров. Мы являемся экологически чистым курортом, то есть мы используем энергию солнца, энергию воды. Все продукты у нас экологически чистые, косметика у нас тоже эко. У нас при каждой вилле у каждого гостя есть свой персональный консьерж. Консьерж – это не батлер, он не будет помогать вашим туристам разбирать и собирать чемоданы, для них готовить. Это человек, который поможет сделать отдых ваших туристов идеальным для того, чтобы они смогли полностью насладиться красотой острова Плат и водами Индийского океана. У нас огромный выбор развлечений как на острове, так и водных развлечений, поэтому вашим клиентам точно не будет скучно у нас в Волдорф-Асторе, несмотря на то, что мы один остров, один курорт. Еще одна карта перед вами, но я на самом деле лучше вернусь к предыдущей карте, к карте нашего острова. Как я сказала, посередине острова проходит взлетно-посадочная полоса. Она никак не мешает вашим туристам, сразу скажу, ее можно спокойно пересекать в любое время, кроме как когда летит самолет. Если летит регулярный рейс, естественно, все клиенты заранее знают, что время прилета и вылета. Если же это чартерный рейс, то наши консьержи предупреждают туристов, что в определенное время прилетит либо улетит самолет, и, соответственно, в это время закрывается взлетно-посадочная полоса, ее нельзя пересекать. В другое время можно спокойно перемещаться по острову, на багги, на велосипедах. У каждой виллы есть свой персонализированный велосипед, либо пешком. Длина острова километр 200, ширина 400. По периметру остров можно обойти примерно за час-час 15. То есть он и большой, и небольшой одновременно. Пляж на острове по всему, опять же, периметру песчаный. И наши виллы, односпальные, двуспальные виллы, они расположены на западной стороне острова, то есть с видом на закат. Здесь же на западной стороне острова находится основная инфраструктура. Это лаунж, это консьерж-сервис, это рестораны, бары, наш основной бассейн, центральный пляж, причал, теннисный корт, падл-корт, детский центр. На западной стороне острова, где как раз это все находится, у нас идеальный вход в воду. То есть максимум, что ваши клиенты здесь встретят при входе в воду, это ракушки. С восточной стороны острова у нас находятся большие виллы. Это трехспальные виллы, одна пятиспальная вилла, спа-центр и ресторан один. С восточной стороны острова у нас находится коралловый риф, поэтому здесь, конечно, вход в воду немножко хуже. Здесь у нас встречаются камни и кораллы. Также хочу сразу отметить, что, опять же, как я вначале сказала, не сравнивайте Сейшелы и Мальдивы. Вы и так все прекрасно, я уверена, знаете про эти два направления. Но предупреждаем клиентов, что остров живой. Остров является заповедником. У нас черепахи приплывают и откладывают яйца в течение всего года. Поэтому в воде ваши клиенты могут встретить морскую траву. Это не водоросли, которые растут по всей глубине воды. Это именно трава, то есть, нашими словами, это морская капуста. Она растет на дне, она никак не мешает вашим клиентам. Опять же, на западной стороне острова, где находится основная часть вилл, этой травы мало. И она находится уже на глубине. С восточной стороны этой травы намного больше. Но в этой траве можно снорклить. И снорклинг отличный. То есть, там можно увидеть и черепах, и акул, и скатов, и манты скатов. То есть, очень разнообразная морская жизнь. Что касается глубины. Опять же, уверена, что есть такой вопрос. Когда прилив, то 5-10 шагов, и вы можете плыть спокойно. То есть, вода приходит очень хорошо. Когда отлив, опять же, отливы зависят от фазы Луны. Вы можете попытаться рассчитать, посчитать, когда самый большой отлив. Но я вам так скажу, что отливы тоже бывают разные. Это на самом деле не так легко все посчитать. И когда я была в отлив, вода все равно оставалась по колену. То есть, вода была. Буквально через полторы недели вода ушла, оставалась по щиколотку. Но в любом случае, каждый день в течение определенного времени, достаточно долгого промежутка времени, можно спокойно купаться. И наши консьержи, которые есть у каждой виллы, всегда предупреждают туристов, что завтра лучшее время поплавать, это утром, либо вечером. Поэтому за купание не переживайте. На острове Плат купание возможно. И возвращаемся к нашим виллам теперь уже. У нас 50 вилл, как я сказала, и 5 категорий. Первая категория, базовая категория, это Хоксбилл Вилла. Это вилла с одной спальней, гостиной, бассейном, террасой, садом. И максимальное размещение здесь 2 человека. Вторая категория вилл, это Гранд Хоксбилл Вилла. Вы видите, все названия очень необычные. Все виллы названы в честь животных, коренных жителей острова. Гранд Хоксбилл Вилла, это вилла с одной спальней и рабочим кабинетом. В этом рабочем кабинете стоит стол и диван. Диван раскладывается. На диване можно разместить 2 человек. И, соответственно, максимальное размещение в Гранд Хоксбилл Вилла, это 4 человека. Блэк Тип Вилла, это вилла с двумя спальнями. Максимальное размещение здесь у нас 4 человека. И в вилле с двумя спальнями, в одной спальне стоит большая кинг-сайз-бед, и во второй спальне стоят две кровати квин-сайз. Кингфиш Вилла, это вилла с тремя спальнями. Максимальное размещение 6 человек. Здесь разная конфигурация может быть. Могут быть комнаты, где стоит одна кровать. Могут быть комнаты, где стоят две кровати. То есть виллы разные. И Игл Рай Вилла, это вилла с 5 спальнями. Она у нас всего лишь одна. И максимальное размещение здесь 10 человек. Виллы с тремя спальнями и с двумя спальнями. Все комнаты соединены коридором внутри. Изнутри, если вам нужно, опять же, видео, я вам могу прислать. Вилла с 5 спальнями, это 5 отдельно стоящих небольших вилл, которые соединены с садом. То есть не через коридор внутри, а именно с садом. Во всех данных категориях вилл, начиная с Хоксбилл Вилла, во всех виллах есть бассейн, свой собственный сад и выход на пляж. Независимо от того, где они находятся. В ближайшее время у нас появится новая категория вилл, это Делакс Виллы. Эти виллы уже будут без бассейна. Они будут меньше площади, они будут без бассейна. И у них будет только свой собственный сад. Поэтому имейте в виду. Но на самом деле мы все-таки советуем брать с туристом Хоксбилл Вилла, потому что они намного просторнее. У них есть свой бассейн, своя терраса, свой шикарный сад. И сейчас покажу фотографию. Все наши виллы имеют очень хорошую приватность. То есть если для ваших гостей это важно, то имейте это в виду. Очень высокая растительность огораживает каждую виллу, а другой виллой, соответственно, соседи друг друга не видят. Также виллы от пляжа огорожены тоже зелеными насаждениями. И с пляжа практически не видно виллу, а из виллы видно хорошо океан. Как я сказала, все виллы у нас, начиная с Хоксбилл, виллы идут с бассейном террасой, со своим собственным садом. Вот вы как раз видите, что из виллы виден океан. Но в то же время с пляжа практически не видна сама вилла. И по поводу лежаков. Лежаки у нас стоят в саду. Но если ваши клиенты попросят их вынести на пляж, то мы можем это сделать, но только во время отлива. И так вот выглядят виллы изнутри. Что хочу отметить. Мы стараемся не ставить дополнительные кровати у нас на виллах, потому что вашим туристам может быть тесно. В плане того, что вилла достаточно просторная, но ее конфигурация такая, что может быть немножко тесно. Поэтому если едет три человека, то мы советуем брать либо виллу с рабочим кабинетом и спальней, либо уже виллу с двумя спальнями. Но если вдруг ваши клиенты просят поставить дополнительную кровать, то мы идем навстречу. Но сразу скажу, это все по согласованию с отелем, то есть по запросу. Из любой комнаты виллы можно попасть на террасу, к бассейну. И также на виллах есть тропический душ на улице и ванная комната, естественно. По ресторанам и по питанию. У нас шесть аутлетов, то есть три ресторана и три бара. Мы используем экологически чистые продукты. У нас есть свой собственный сад, где мы выращиваем овощи и фрукты. У нас есть, то есть мы вылавливаем свежие, мы используем свежевыловленные морепродукты. И по планам питания их всего лишь два у нас. Это завтраки, либо все включено. Если ваши гости живут на завтраках, то помимо проживания им нужно будет доплатить за перелет. 700 евро туда-обратно, если это регулярный рейс, и 5000 евро в одну сторону, если это чартерный рейс. И также второй план питания – это все включено. Сейчас у нас очень обширный план питания, все включено. То есть что входит во все включено? Это, естественно, перелет на регулярном рейсе. Это еда, напитки практически без ограничений в течение всего дня. Меню для гостей на All-Inclusive практически ничем не отличается от меню гостей на BB. Есть буквально одна-две позиции в каждом меню, которые не входят в All-Inclusive. Это обычно либо черная икра, либо лобстер, либо стейки большой выдержки. По алкоголю. Алкогольные напитки, крепкие алкогольные напитки тоже входят во все включено. И тоже практически без ограничений несколько позиций, которые не входят во все включено. То есть это не только домашнее вино, но это и виски, это и водка, это и ром и так далее. Во все включено сейчас входит In-Room Dining. Если ваши клиенты не хотят идти на обед и на ужин в рестораны, то они могут всегда заказать еду себе в номер. И также мини-бар. Мини-бар входит полностью, кроме крепкого алкоголя. Но в мини-баре у нас 5 бутылок вина. Красное, белое, розе, шампанское и просека. И мини-бар пополняется каждый день. То есть каждый день они могут выпивать по 5 бутылок вина. И на следующий... полноценных бутылок вина, а не маленьких. И на следующий день опять же гостям предоставят вновь эти напитки. Также, конечно, мини-бар. Это безалкогольные напитки, коктейли и так далее. И также во все включено сейчас входит либо одна СПА-процедура до 60 минут в день на человека, либо занятия немоторными видами спорта. Это снорклинг, каякинг, водные велосипеды и сапы. Опять же повторюсь, такой расширенный пакет у нас, скорее всего, до октября. Поэтому если ваши туристы спрашивают, что им выбрать, посчитайте. Если они хотят ходить в СПА, если они хотят не задумываться о том, что они едят, пьют, то, возможно, все включено им как раз подходит. По ресторанам. У нас три ресторана. Основной ресторан – это La Perle. Это средиземноморская кухня. Здесь мы подаем завтраки, обеды и ужины. Все приемы пищи и завтрак, и обед, и ужин у нас а-ля карт. У нас нигде нет шведского стола. Второй ресторан – это Moulin. Это уникальный ресторан. Там все наши гости, которые отдыхали уже на курорте, отмечают именно этот ресторан. По сути дела, это вегетарианский ресторан. Находится у нас в саду, и мы стараемся использовать 100% только продукты, которые были выращены у нас в саду. Но, естественно, если ваши гости захотят добавить к вегетарианским блюдам мясо, рыбу, то это возможно. Меню ресторана каждый день меняется. И это сет меню из шести блюд. Можно сказать, что Moulin у нас fine dining ресторан, и работает он только на ужин. Также к каждому блюду мы можем предложить вашим клиентам либо wine pairing, то есть каждому блюду предлагается определенный бокал вина либо игристого. Либо, если клиенты не пьют алкогольные напитки, то мы можем предложить либо чайный pairing, либо pairing с соками. И здесь по секрету скажу, что у нас работает русскоговорящий повар, шеф-повар. И если вдруг ваши клиенты за время отдыха соскучатся по гречке или баршу, то он с удовольствием приготовит и то, и другое для ваших гостей. Так вот выглядит наш сад. Есть беседки на улице. И третий ресторан – это Мазон де Запис. Это ресторан креольской кухни, но также здесь у нас есть аргентинские стейки, очень необычные коктейли. И этот ресторан у нас очень живой. То есть здесь у нас живая музыка, здесь у нас традиционные креольские танцы. И обычно гости тоже уходят пританцовывая. И здесь, кстати, есть очень уникальный ром, который был создан специально для Валдорфа Стория, Платт Айланд. Сам по себе ресторан невероятной красоты, и он тоже работает только на ужин. Третий, простите. И три бара. Пикок Террес – это традиционный бар Валдорфа Стория. Я уверена, что вы многие слышали про Пикок Элей. У нас Пикок Элей немножко преобразовался. Во-первых, это теперь Пикок Терраса. А во-вторых, мы здесь подаем не алкогольные напитки, а наша специализация – это чай и кофе. У нас работает бариста, папа которого владеет собственной кофейной плантацией, поэтому он знает про кофе все. И мы с удовольствием приглашаем наших гостей на мастер-класс, во время которого они могут создать свой бленд кофе. Торти – это бар при бассейне. Работает во время часов работы бассейна с 10 примерно до 6 вечера. И если ваши клиенты спрашивают, а что по японской кухне, суши, сашими – это все есть у нас в баре торти. И третий бар. Когда закрывается бар торти, открывается бар Лолин. Это бар с потрясающим видом на закат. Здесь у нас более 300 видов виски, как мне сказали коллеги. Огромный выбор шампанского, игристого. И, как я уже сказала, открывается просто невероятный вид на сейшельские закаты. И также здесь мы подаем тапос, чтобы клиенты могли попробовать блюда из всех наших ресторанов и определиться с выбором на вечер, на ужин. Чем же заняться на самом острове? У нас, конечно же, есть прекрасный Валдорф СПА. Это разнообразные СПА-программы. Мы используем местную косметику, а также мы используем ирландскую косметику ВОИ, основанную на водорослях. У нас есть хамам, у нас не просто СПА-процедурные кабинеты, у нас настоящие виллы СПА. Конечно же, есть салон красоты, где можно сделать маникюр, педикюр, уложить прическу. И также вчера буквально получила от коллег, что мы ввели новую программу. Это чекин для ваших гостей. Буквально за час и даже полчаса мы можем провести полный чекин организма. Это, естественно, не медицинский, то есть никто не будет брать анализы крови. Но наши специалисты смогут определить, что где есть места, над которыми нужно поработать, и составить, соответственно, целую программу на время отдыха, какие процедуры нужно посетить и так далее. И из уникальных программ у нас есть саундтерапия, когда под звуки природы, музыки ваш организм, не только ваш мозг, но ваш организм полностью отдыхает и перезагружается. Из активных видов отдыха у нас на самом острове мы предлагаем теннисный корт, падл-корт, настольный футбол, огромное количество настольных игр, дайвинг-центр. Занимаемся йогой на пляже, занимаемся различными видами спорта у нас в специальном павильоне. Все по запросу гостей. Если гости хотят индивидуальную йогу в саду, то это, конечно же, мы тоже делаем. И из активных морских приключений нас обслуживает компания Blue Safari. Я думаю, что если вы работали, продавали Сейшелу, то вы знаете тоже об этой компании. Мы предлагаем разнообразный дайвинг. Дайвинг у нас очень хороший. У нас на данный момент 4 дайвинг-спота. Самый удаленный находится в 45 минутах от острова. И глубина максимально пока 15 метров. Если ваши клиенты никогда не занимались дайвингом, то у нас есть очень хороший дайвинг-центр, где мы научим дайвингу. Если ваши клиенты уже сертифицированы дайверы, то мы сразу подскажем, расскажем, куда можно съездить, погрузиться и на какую глубину. Сейшелы, в принципе, славятся своей рыбалкой. И остров Платт не исключение. У нас замечательная рыбалка. Мы ловим абсолютно разную рыбу и маленькую, большую. На своем опыте могу сказать, что за 2 часа можно поймать очень хороший лов, который наши шеф-повары с удовольствием приготовят для клиентов, если эту рыбу можно поймать, в плане, если она не в Красной книге, и приготовить. Мы предлагаем морскую рыбалку. Мы предлагаем прибрежную рыбалку. У нас шеф-повар, если хотите, может с вами отправиться и на морскую рыбалку и приготовить рыбу прямо сразу после того, как ее поймали. И также мы предлагаем уникальную креольскую рыбалку. Это рыбалка на холстом на мелководье. Рыбалка на холстом только под присмотром наших инструкторов. Но это такой уникальный опыт. Поэтому, если ваши клиенты интересуются рыбалкой, интересуются, что нового вы можете предложить, то, пожалуйста, приезжайте и попробуйте рыбалку на холстом. Сёрфинг. Сейшелы почему-то не ассоциируются с сёрфингом, хотя там достаточно много хороших мест для сёрфинга. На данный момент на острове Плат мы предлагаем кайссёрфинг. Но летом, когда ветер будет усиленный, так скажем, и будет больше волны, то мы планируем открыть школу сёрфинга для самых начинающих сёрфингистов. Естественно, мы сообщим об этом заранее, но пока имейте в виду, что в планах такое есть. И мы являемся заповедником. Как я сказала, у нас огромное количество черепах выходит в круглый год. Черепахи обычно выходят и гнездуются в период с ноября по март, но так как на острове Плат до появления Валдорфа-Стория не было ничего, черепахи не боятся людей. Черепахи выходят и летом, и осенью, и зимой, и весной. Немножко сейчас снизилось количество черепах, которые выходят на остров, но тем не менее, всё равно в течение дня несколько черепах можно заметить. Они откладывают яйца, и затем мы с удовольствием приглашаем наших гостей посмотреть на то, как вылупляются черепашки и бегут к океану. И также для детей это тоже очень классное развлечение. У нас есть черепаший патруль, когда они каждый день с нашими биологами ходят смотреть на черепах, ходят изучать их кладки и так далее. Огромное количество перелётных птиц на острове. Что касается комаров, каких-то насекомых, слизней и так далее, их нет на острове. То есть комара мы применяем экологически чистый, опять же, экологически чистый способ уничтожения комаров. Но у нас огромное количество прибрежных водок, буквально в 10 сантиметрах от пляжа, маленьких акул, скатов. И гуляя по пляжу острова Плат, вы сможете увидеть очень богатый морской мир. Для этого не нужно отправляться на дайвинг и снорклинг. И остров Плат подходит не только для взрослых, но и для семейного отдыха. У нас есть прекрасный детский клуб. С детьми там не просто сидят и рисуют раскраски, раскрашивают. С детьми там действительно занимаются. Как я уже сказала, мы ходим на черепаший патруль, мы ходим... У нас есть коралловое садоводство, когда дети высаживают кораллы. У нас огромное количество мероприятий на свежем воздухе. Это и спортивные игры, подвижные. Это и мастер-классы, и арт-классы тоже на воздухе. Поэтому детям... Дети в полном восторге обычно от детского клуба. У нас, к сожалению, в детском клубе нет русскоговорящего персонала. Детский клуб у нас для детей с 4 лет. Но родители всегда, естественно, могут присутствовать на занятиях. Для детей до 4 лет они тоже могут ходить в детский клуб, но только под присмотром родителей. Для тинейджеров у нас тоже огромное количество развлечений. Наш клуб для тинейджеров находится в дайвинг-центре. Естественно, там есть и PlayStation, там есть и другие гаджеты. Но мы стараемся сделать так, чтобы клиенты, дети, тинейджеры провели свое время не в гаджетах у нас на курорте, а познали мир через окружающую среду. То есть детей в клубе для подростков мы всегда предлагаем... им предлагаем попробовать дайвинг, если они никогда не дайвили, не занимались дайвингом. Что касается вообще русскоговорящего персонала у нас на курорте, у нас много русскоговорящих сотрудников. У нас есть два консьержа русскоговорящих. Наш исполнительный директор, это второе лицо после генерального директора, тоже русскоговорящий. В хаускипинге есть русскоговорящий, в дайвинг-центре у нас тоже есть русскоговорящая девочка, русскоговорящий сотрудник. А что касается связи на острове, сразу хочу предупредить, что у нас работает интернет, то есть все, что связано с интернетом, WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, почта, все это работает, но у нас нет телефонной связи, сотовой связи. Если вашим клиентам нужно сделать звонок, то работает обычная связь, то есть из номера они по обычному стационарному телефону могут позвонить. Также у нас есть спутниковая связь, то есть, опять же, они могут попросить консьержа, предоставить им телефон, и они могут позвонить по спутниковой связи. Но лучше предупреждать клиентов о том, что нет мобильной связи, чтобы они переключили все свои банковские приложения и так далее на мобильные приложения. Сейчас предлагаю посмотреть короткое видео нашего курорта и с удовольствием отвечу на ваши вопросы, если они есть. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Например, если мы знаем, что ваши клиенты любят кино, мы можем организовать кинотеатр под открытым небом специально для них у них в саду. Если они любят, хотят устроить какой-то романтический вечер, либо это какое-то знаковое для них событие, то мы сделаем, например, пикник на пляже. Это невероятной красоты на закате ивент, и они точно будут помнить это мероприятие до конца своих дней. И то же самое и для детей, поэтому делитесь нами информацией по вашим клиентам, мы с удовольствием сделаем все возможное. Спасибо вам большое. Если нет никаких вопросов, то не буду вас больше задерживать. Напоминаю, что сейчас у нас действует до конца апреля предложение 20% скидка на проживание в Алдорфасторе и Плат-Айленд. Проживание до середины июля, до 15 июля. Все спецпредложения, это спецпредложение также суммируется с Long Stay, то есть скидка может быть до 25%. Это очень хорошее предложение для Алдорфасторе. Бронируйте через Алякарт, надежного партнера, и спасибо вам еще раз за внимание. Татьяна, спасибо вам огромное за внимание. Действительно, очень вдохновляющий и интересный вебинар. Всем желаю хороших продаж. Спасибо, что присоединились. И до новых встреч. До свидания. До свидания.